Звание заслуженного учителя России присвоили преподавателю лицея Лобачевского КФУ. Ученые КФУ и Университета Луизианы создали новое средство для лечения и окрашивания волос. Научная группа КФУ сделала важный шаг к созданию систем адресной доставки лекарств. Победителями конкурсов проведения исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня и проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами Российского научного фонда стали 19 проектов Казанского федерального университета. Размер каждого гранта составит от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно и будет выплачиваться в течение трех лет. А мы переходим к другим новостям. Учителю лицея имени Лобачевского КФУ присвоили звание заслуженного учителя России. Подробнее о нем в следующем сюжете. Учителю информатики информационно-коммуникативных технологий лицея имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета Сергею Михалину за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоено звание заслуженного учителя России указом президента Владимира Путина. У меня есть группа детей, которые после уроков приходят сюда, и мы тренируемся, занимаемся мы этим профессионально. То есть тренировки у нас круглый год и соревновательный процесс тоже круглый год. Общепедагогический стаж Сергея Михайлина составляет 41 год. В лицее он преподает уже 11 лет. После уроков начинается настоящая моя деятельность. То есть я выступаю и как тренер, и как менеджер. То есть достаю деньги, вожу ребят, билеты покупаю, лечу, когда полеют в поездках. Ну вот я этим уже занимаюсь около 20 лет. Его ученики регулярно становятся победителями и призерами Олимпиад по информатике и программированию. Впервые в Татарстане дети из нашего лицея выступили на чемпионате мира и получили там медали. В 16-м году это Асхаз Сахабиев, брузовая медаль. А в 18-м году Рахматуллин Рамазан, тоже 11-й класс, он получил золотую медаль, стал 11-м в мире. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Технического университета Луизианы разработали на основе нанотрубок новую безопасную технологию для краски волос, лечение ряда паразитальных заболеваний кожи человека, в том числе педикулеза, а также применимую для лечения животных. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Исследователи КФУ совместно с группой Технического университета Луизиана разработали новую безопасную технологию, которая может быть применена в лечении ряда паразитарных заболеваний кожи человека, а также в ветеринарии. В основе новой технологии лежит процесс самостоятельной сборки нанотрубок из галуазитовой глины, глинистого материала, который сходен с белой глиной. Ученые предложили для галуазитовых нанотрубок различные наполнители, красители, лекарственные средства и прочее. Керамические нанотрубки галуазит – это достаточно удобный материал для биомедицинских применений, потому что он представляет собой модифицированную форму коалина, и этот материал не является токсичным. То есть это весьма биосовместимый материал, и его можно использовать для доставки лекарств, для тканевой инженерии, для создания антимикробных покрытий. Галуазитовые трубки испытывались на окраске волос. Порошок галуазитовой глины в соединении с красителем и лекарственным средством покрывает поверхность волоса и сохраняет свое действие в течение 30 приемов душа или других водных процедур. В настоящее время научная группа ведет переговоры с представителями косметических компаний для коммерциализации запатентованной технологии. Это достаточно дешевый материал, по крайней мере, он значительно дешевле, чем многие другие наноразмерные материалы с ходной структурой. Вероятность того, что эта технология будет коммерциализована, достаточно высокая. Еще одной областью применения технологии может стать ветеринария. Лечение крупного рогатого скота в летний период при высокой степени вероятности заражения паразитами. Замена стандартного трудозатратного лечения животных на использование новой технологии могла бы решить проблему. Камиль Гемоздинов, Диана Шилова, Лев Халюлин, Универньюз. Ученые КФУ синтезировали вещество, способное повысить эффективность адресной доставки лекарств. Работа научной группы является важным шагом к созданию систем адресной доставки активных агентов благодаря их более эффективному взаимодействию с белками. Все подробности в следующем сюжете. Группа ученых КФУ синтезировала вещество, которое способно повысить эффективность адресной доставки лекарств. Крупная цель адресной доставки – это чтобы фармацевтический активный компонент пришел именно туда, где он нужен, чтобы он не осел в печени, чтобы не отравил организм. В этом и есть основная цель. В нашей работе мы использовали полимеры молочной кислоты. Исследователи синтезировали гибрид полимолочной кислоты и теокалексорена, в котором полимер связан чешообразными молекулами. Из этих материалов получаются наноразмерные частицы. Мы синтезировали гибрид так называемой теокалексорена и молочной кислоты. То есть полимолочная кислота – это известная, достаточно биоразлагаемая пластмасса. Очень много исследований сейчас направлено на ее изучение. Теокалексорены – это чешообразные молекулы, так называемые, с помощью которых мы пытаемся задать определенную структуру молочной кислоте. И, кроме того, меняем баланс ее гидрофильно-гидрофобный, то есть способности к растворению в воде. Такие результаты стали следствием междисциплинарной работы научной группы профессора Ивана Стойкова в течение трех лет. Работа была поддержана Российским научным фондом. Дальше мы планируем начать сотрудничать уже с биологами, с медиками. Но это уже отдаленный план. То есть сейчас нам нужно изучить взаимодействие с фармацевтически активными веществами. Кроме того, нам нужно установить еще несколько характеристик, важных для использования в организме таких соединений. То есть мы, конечно, изучили их устойчивость к водным средам, но это недостаточно. Надо провести дополнительные эксперименты. Результаты исследований, проведенных в Химическом институте Бутлерово-Казанского университета, опубликованы в журнале Королевского химического общества. Работа, опубликованную в журнале «Material chemistry frontiers», это журнал Королевского химического общества. Он сравнительно молодой. То есть он выпускается с 2017 года, но в целом, если посмотреть, там достаточно серьезные работы. Ассортимент подобных устройств, доступным широким слоям населения, в ближайшее время будет расширяться. В дальнейшем мы, конечно, планируем пытаться связывать нашу полимолочную кислоту, вот эти гибриды, с какими-то лекарственными субстратами, поскольку известно, что полимолочная кислота является средством доставки, достаточно широко применимым, то есть очень много лекарств создано на ее основе. То есть она не действующее вещество, а агент доставки. Аспирант и магистр Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ представили свои исследования на конференции Европейской ассоциации геоученых и инженеров. Все подробности в нашем следующем сюжете. Аспирант кафедры разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов и магистрант Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета представили свои работы на 6-й научно-практической конференции Европейской ассоциации геоученых и инженеров в Тюмени. Конечно, для нас, как для ребят, которые еще, в принципе, молодые студенты, достаточно тяжеловато было пробиваться во все эти этапы, но нас оценили по достоинству. В рамках конференции участникам было предложено представить на обсуждении результаты своих исследований в различных областях. Так, например, работа студентов была связана с повышением точности петрофизического моделирования на примере одного из месторождений. Сама тема моего проекта заключалась в том, чтобы улучшить качество интерпретации данных месторождений Республики Куба. И в итоге построили улучшенную модель пористости, используя новые возможности, которые предоставляет наше оборудование. Данная Европейская ассоциация представляет собой глобальную сеть ученых и специалистов, работающих в различных отраслях промышленности. Все ее члены профессионально вовлечены в общую геологию, геофизику нефти и газа, разработку месторождений полезных ископаемых, а также в изучении геонауки в целом. С коллегами обсудили дальнейшие варианты решения некоторых задач, которые поставлены были. И далее я, наверное, продолжу работать над тем же проектом, но уже раскрою некоторые другие аспекты. На этом все. Смотри нас в социальных сетях. Еще увидимся.